Здравствуйте, уважаемые телезрители! Мы рады приветствовать вас на программе «Познавая непостижимая». Артур Атруевич, на прошлой неделе мы вместе с вами изучали удивительную книгу, книгу Руф. И мы видели, насколько Бог открывается там, и даже Иисус Христос виден тоже в книге Руф. А сегодня мы вместе с вами начинаем новую серию, так скажем, в программе «Познавая непостижимая». Книги Царств. И начнем мы, естественно, с первой книги Царств. Давайте начнем, как обычно, мы начинаем с названия. Каково же значение этого названия и какое влияние имеет понимание названия книги Царств на наше понимание всей книги? Конечно, мы привыкли, пользующиеся русским переводом синодальным, что в Библии находятся четыре книги Царств. Но интересно отметить, что если мы рассматриваем оригинал, мазарецкий текст, то там мы встречаем книги Самуила, а потом уже речь идет о книгах Царств. То есть первая книга Царств и вторая книга Царств в оригинале – это книга Самуила? Совершенно верно. А третья книга Царств и четвертая книга – это книги Царств, как будто бы называется. Совершенно верно. Значит, что очень интересно, когда мы смотрим в оригинале, практически изначально была лишь всего одна книга, и называлась она книга Самуила. И в нее входила первая книга Царств и вторая книга Царств, если сравнивать с русским переводом. И так было приблизительно до 15 века. Затем, для того, чтобы было легче пользоваться рукописями, манускриптами, разделили на первую книгу Самуила и вторую книгу Самуила. А уже Септуагинта, перевод 70, использовала, просто называла эти все четыре книги книги Царств и разделили их затем на первую, вторую, третью и четвертую. Потому что то, что мы имеем в русской синодальной Библии под названием «Первая книга Царств», «Вторая книга Царств» – это изначально в оригинале книга Самуила, а затем уже третья и четвертая – это уже книга Царств. Ну, интересно, Вульгата, например, латинский перевод, они тоже используют название «Царств», но они не называют, допустим, книга Царств, а называют книга Царей, потому что представляется летопись царей совершенно верно. Значит ли это, что первая и вторая книга Царств главным автором являлся именно Самуил? Дело в том, что первая книга Царств, мы, наверное, будем использовать русские наименования для того, чтобы нашим зрителям было легче ориентироваться. Первая книга и вторая книга Царств, они, как мы говорили в оригинале, представляют одну книгу, и мы увидим из структуры, что они действительно составляют единое целое. Но что интересно, эти две книги, они назывались книгой Самуила. Почему книгой Самуила? Конечно, мы не будем вдаваться в подробности авторства, хотя в тексте очень четко написано, что Самуил писал, и пророки, и другие, есть целый ряд текстов. Мы не будем касаться сейчас этого, но что очень важно, почему называется эта книга книга Самуила, потому что с этого начинается книга, практически с рождения Самуила, а затем уже его деятельность. И исходя из значимости, которую играл, роль которую играл Самуил. Даже когда уже имели мы царя, и во дни Саула, и во дни Давида, Самуил все-таки играл значимую роль. И практически он являлся отцом нации, духовным руководителем. То есть духовный наставник всего народа. Совершенно верно. И поэтому эта роль, которую он значимую играл, она как раз и отражена в том, что эти книги названы его именем. Но что еще интересно, если вы возьмете еврейское слово Самуил, то это, в общем-то, имя, состоящее из двух слов. Потому что вы знаете, что заканчивается Шаму-Эл. Эл – это Бог. Это Бог, да, Элахим. Эл – это Бог. А Шем – тут, конечно же, некоторые исследователи используют разную интерпретацию. Потому что некоторые говорят, наверное, это все-таки происходит от существительного Шем, что означает имя. Например, когда мы говорили о детях Ноя, там был один Сим такой, да? А в еврейском это Шем. В переводе это означает имя. Но чаще всего имена все-таки имеют отношение к глагольным формам. Или производные глагольных форм. Ну и тогда большинство исследователей все-таки соглашается, что нам нужно здесь иметь в виду не существительное Шем – имя, а нужно иметь глагол Шема. Помните, во второзаконе Шема – Израил. Слушай, Израиль. Поэтому производная от глагола «слушай». То есть тот, кто слушает Бога. Да, но форма так представлена, что здесь нужно использовать такой вариант. Услышанный Богом. Услышанный Богом. Услышанный Богом. И если это имя взять, то это очень хорошо подчеркивает состояние матери Самуила, которая не имела долгое время ребенка, которая молилась, просила, практически вымолила его. И в первой главе, в первой книге царства рассказывается, как его мама Самуила вошла в храм, и она долго молилась и плакала. И так молилась, что даже священник подумал. Потому что она пьяна. Здесь, конечно, тоже история отдельная, о которой можно было бы много говорить, о поведении Анны. В тот момент, когда ее неверно обвинили в храме. Священник неверно. И она все равно очень поступила и ответила очень мягко, очень кротко ответила. И Господь это вознаграждает. И Господь благословил ее, услышал ее молитву. И, конечно же, когда родился ребенок, наверное, другого имени она не могла дать, как услышанная Богом. Шамуэл. Он, услышанный Богом. То есть Шамуэл, это значит, Самуил или Шамуэл, значит, услышанный Богом или услышанная. Она, когда она молилась, Бог ее услышал и подарил ей сына, которого она назвала Самуэл. Да, она, как вы знаете, молилась же о младенце мужского рода. Она прямо так, и поэтому она практически, наверное, назвала его, потому что производная этого глагола может иметь разные оттенки. Может быть, не только услышанный Богом, а может быть, даже больше, как вымоленный у Бога и так далее. Но вот это присутствует здесь. Но здесь следует отметить еще очень интересную деталь. Вот этот еврейский глагол Шима, слушай, он неразрывно в своем значении связан с таким понятием, как послушание. И поэтому очень часто это взаимозаменяющий глагол. Когда в еврейском языке вы хотите сказать «послушай» или «послушайся», можно использовать глагол «услышь». Поэтому ты не можешь услышать и не повиноваться. Потому что еврейский образ мышления такой цельный образ мышления. Если ты услышал... Ты начал действовать. Ты начинаешь действовать. Ты не ждешь, ты больше не рассуждаешь, что ли мне сделать, не сделать. Если ты услышал от Господа, ты делаешь. И поэтому слышание и повиновение, послушание неразрывно связано. И мы чуть позже увидим, Самуил, в общем-то, и играет эту роль человека, который указывает на важность послушания. Он это демонстрирует в своей жизни. Он этого ожидает от других. Он, когда дает наставление царям, он об этом говорит. И мы это увидим чуточку позже. Но пока достаточно помнить, что Самуил – это достаточно, я бы не сказал, главное действующее лицо. Потому что мы сейчас посмотрим на статистику, какие имена чаще всего встречаются в этой книге. Но прежде чем мы перейдем к рассматриванию непосредственно первых двух книг царств, поскольку в оригинале это одна книга. И мы увидим сейчас на некоторые моменты, которые докажут нашим зрителям, что действительно это была одна книга. Не просто потому, что в оригинале была одна книга, а затем для удобства просто разделили Шамуэла первые, потом Шамуэл второй. Но именно, что и по содержанию есть очень много того, что связывает эти книги воедино. То есть, если мы смотрим на структуру и на план, и на развитие даже истории самой в этих, как мы говорим, двух книгах, то мы видим, что это одна цельная книга. Совершенно верно. И мы бы хотели бы тоже посоветовать нашим телезрителям, чтобы они обязательно отделили небольшой отрезок времени для того, чтобы вы могли прочитать первую и вторую книгу царств вместе, чтобы увидеть эту общую историю, которая вот там описана. Очень важно, нам нужно предложить нашим телезрителям, что вот начиная с книги царств, вот эти вот исторические книги, которые мы будем рассматривать, это, во-первых, четыре книги царств в русском периоде, книга «Паралипоминон», которая, в общем-то, является практически, иногда читатель думает, что это повторение одного и того же материала. Это действительно, мы увидим чуть позже повторение, но с определенной целью. Это своего рода тем, чем является второзаконие для пяти книжек, тем является книга «Паралипоминон» для книг царств. Но что очень важно, если наши телезрители уловят вот этот вот маленький момент, о котором мы сейчас скажем, им будет легко понимать Священное Писание практически отсюда до конца, за исключением некоторых поэтических книг, которые следует рассматривать отдельно. То есть, что мы увидели? Мы увидели, когда мы изучали Священное Писание, мы увидели, что первые пять книг – это книги Моисея, потом мы вместе изучали книгу Иисуса Навина, и потом дошли до книги Руфь, потом мы видим, что начинается новый, как будто бы новый жанр литературы, так скажем. Несмотря на то, что предыдущие книги тоже можно к этому жанру отнести отчасти, но этот новый жанр – книг, исторический книг, или летопись. Конечно же, все Священное Писание имеет общую такую вот интересную историческую канву. Конечно, в центре это народ, который Господь избирает, иудейский народ, израильский народ, с определенной целью, чтобы этот народ стал благословением для всего мира. Это очень важная деталь. Следует помнить, что Священное Писание не исключает другие народы и не делает только один народ особенным народом. Да, Господь избирает еврейский народ как особенный народ, но с целью, чтобы этот народ был свидетелем, с тем, чтобы этот народ эту добрую, благую, весь Священное Писание мог предложить всем другим народам мира. И поэтому, практически мы, начиная уже с пятикнижия книги «Исход», мы видим, как Господь выводит народ из Египта, затем приводит этот народ в обетованную землю, и некоторое время, благодаря тому, что народ то обращался к Богу, то отворачивался, то обращался, то отворачивался, Господь давал им судьи, которые спасали этот народ. Теперь мы приходим к новой эпохе, что ли, когда Господь избирает израильский народ и делает его царством, способным даже иметь такие вот задатки империи даже. И практически отсюда мы имеем историю израильского народа вплоть до пришествия Иисуса Христа, если так грубо сказать. Так вот, что интересно, нам очень важно для исследователей священного писания внимательно прочитать и ориентироваться в этих исторических книгах. Хотя бы мы не будем уже касаться того, что прошли, начиная с первой книги царств, мы имеем очень интересное хронологическое представление развития израильского народа. Он практически из рабов становится теперь серьезным государством, становится нацией. И теперь один царь приходит на смену другому царю. И как это царство развивается и затем чем оно заканчивается, очень важно иметь в виду почему. Потому что потом все пророки, большие пророки и малые пророки, которые то, что мы слышим от телезрителей, труднее всего им понимать, вот эти вот пророческие книги. Но что очень важно, если иметь в виду эту хронологическую канву, вот эту вот большую цепь событий, если ее иметь в виду, то потом очень важно знать в какой исторический период этой хронологической цепи какой пророк совершал служение. Очень важно. И тогда конкретным событиям, конкретному времени, описанному в книге царств и книг Параллённых, мы начинаем видеть, какой пророк в это время, иногда два, три, иногда даже четыре пророка, приблизительно в одно и то же время осуществовали свое служение. И когда мы читаем эти пророчества и знаем, в какой исторический контекст они говорили, обращались, нам тогда легко понять ту весть, которую пророк хотел передать и что это означает для нас сегодня. Что очень важно для нас, это уловить исторический материал очень важно. Потому что если мы понимаем историю израильского народа, особенно начиная с того, когда они стали царством уже или же империей, когда это в Сауле, потом в Давиде и позже, когда царство было даже разделено, когда мы видим разделение царства, когда мы видим единое царство, потом разделение, мы можем понять гораздо легче уже пророческие все книги. Совершенно верно. Поэтому, телезрители, дорогие наши телезрители, пожалуйста, отделите небольшой отрезок времени для того, чтобы обязательно прочитать книгу царств и обязательно смотрите программу познавания постижимой, потому что здесь мы как раз в это писание будем погружаться вместе. Достаточно помнить хотя бы такие основные вехи в истории народа израильского. Это, конечно, основная веха, это выход народа израильского из Египта. Затем это приход в обетованную землю, поселение там. Затем период судей. Затем здесь период Самуила, он особенный. Это уже еще не судья, но еще не царство. Совершенно верно. Вот это такой вот интересный переход от судей к царю. И Самуил выполнил с честью свою обязанность. И он оказал влияние огромнейшее. И мы увидим, как важно, как один человек может формировать судьбу даже целой нации. Самуил играет значимую роль. Затем это царство. Царство, расцвет царского израильского народа. Здесь можно практически только два царя. С Саулом у нас серьезные проблемы. Но это Давид и Соломон. Затем царство, к сожалению, делится на два царства. Северное царство и Южное царство. И затем идет история отдельная, может быть, параллельная иудейского царства, северного царства. Цари царствуют на юге, цари царствуют на севере. То есть на юге это в Иерусалиме, в Иерусалиме, Иуда, это колено Иуды в основном. И Самария. И Самария, на севере. Иногда, когда люди читать будут книги царств и книги параллельного иногда кажется нелегко ориентироваться. Но если эту концепцию иметь в виду, вот Давид, Соломон, расцвет царства, потом, начиная царствования сына Соломонова, происходит деление, мы чуть позже увидим почему, деление этого царства на северное, на южное. И теперь параллельно идут эти царства и эти цари. И вот если иметь это в виду, можно легче разбираться во всех этих царях. Чтобы я еще тоже посоветовал, почти каждая Библия имеет вот такую вот карту, на карте это можно тоже увидеть, вот это разделение царств, тоже можно, например, здесь же тоже 12 колен израилевых и тоже определенное разделение на северное и южное, это тоже может помочь. Да, затем нужно иметь в виду такую дату, как, например, 722 год до Рождества Христова, это когда северное, падение северного царства, завоевание Сирией, это очень знаменательная дата. 722 год это вот завоевание Сирии северного царства. Совершенно верно. Затем мы имеем падение южного царства, когда южное царство было захвачено Навуходоносором, когда Вавилон уже 586 год совершенно верно завоевывает, это очень важная дата. Затем 70-летнее пленение народа израильского в Вавилоне, затем возвращение остатка из Вавилона и здесь такие книги, как Ездра, Ниемия играют значительную роль. Восстроение или снова строение, снова Иерусалим, настроение храма, воссоздание, все новое, заново все. И вся эта линия, она проходит под таким девизом ожидания настоящего помазанника, настоящего царя, мессии. Мессии. Ожидание настоящего мессии сквозь призму всего этого проходит. Да, и Давиду, мы увидим это в книге, первой книге царств, Давиду было обещано, Давиду было обещано, что его дети будут на престоле практически вовеки. И это обетование исполнилось, в общем-то, в личности Иисуса Христа, который, на которого указывал сам Давид, и мы чуть позже это рассмотрим, увидим. И поэтому вот эта вот история заканчивается, и затем идет ожидание мессии, рождение мессии. Теперь, когда мы берем всех пророков, больших или малых, например, книгу пророка Иеремии, некоторые очень тяжело помнят, или Изекиля, если знать, в какой период они совершали свое служение, то многие вещи очень легко понять. Когда мы видим, что Иеремия и Плач Иеремии, вот эти книги, они пишутся в тот момент, когда Северное царство пало. И теперь Навуходоносор уже очень четко определился с тем, что он завоевывает Южное царство. И вот этот период ожидания, когда некоторые говорят, нет царям, давайте мы заключим союз с Египтом, а он говорит, ни в коем случае не идите туда, это произойдет, вам лучше будет, если вы послушаетесь, не будете сопротивляться на Вуходоносор и так далее, и тому подобное. То есть, а Иезекиль начинает в плену в Вавилонском пророчестве. Вот эти вот детали, если видишь, очень легко нашим зрителям будет понять. Поэтому, начиная с книг царств, очень важно иметь в уме вот эту вот картину историческую, а затем, когда мы будем рассматривать пророческие книги, мы будем говорить нашим зрителям, в какой момент, в какой исторический промежуток времени тот или иной пророк совершали свое служение. и будем напоминать вот эти вот исторические моменты. И это, я думаю, поможет нашим зрителям очень серьезно. Но когда мы возвращаемся к книге, первой книге и второй книге царств, мы будем их рассматривать вместе, один из вопросов, это же, конечно, план этой книги. Давайте посмотрим немножечко на план этой книги. Конечно же, нужно отметить, что первые семь глав первой книги царств, это деятельность Самуила. Практически структура книги очень легкая, потому что все вращается вокруг определенных личностей. Это летопись, это история. Конечно же, вначале это Самуил, а здесь, конечно же, нельзя забывать его маму, потому что мы чуть позже вернемся к этому, ее вклад значителен. Но в основном это Самуил, затем это Саул, и затем это Давид. Практически вокруг этих личностях и как раз вся история двух книг царств или одной книги Самуила, как в оригинале, все и происходит. Очень легко запоминается. Самуил, Саул, деятельность Самуила, затем воцарение Саула и его служение, затем падение царства Саула и укрепление Давида, затем царствование Давида и последние годы Давида. Практически этим заканчивается вот эта вот книга Самуила. Но что очень интересно. И это один из сильнейших аргументов того, что кроме того, что мы находим в манускриптах первые две книги царств, как одну книгу Самуила. Интересно, что начинается первая книга царств и заканчивается вторая книга царств очень интересным моментом. Посмотрите, первая книга царств, первая глава рассказывает историю об Анне, о том, что она ожидала сына, молилась о нем, а Господь исполняет ее просьбу. И затем вторая глава это песень, это молитва Анны. И это очень значимая молитва. Нам, я думаю, необходимо будет немножечко остановиться на некоторых деталях этой молитвы. Потому что ее прославление Бога, ее молитва заглядывает далеко вперед. И практически уже указывает на обетованного Мессию, на Иисуса Христа. Когда мы смотрим, чем заканчивается вторая книга царств, то опять не самое последнее, потому что и первая книга царств не начинается сразу с псалма. Точно так же и вторая книга царств не заканчивается, а перед самым концом, если вы посмотрите, в 23 главе, да? Да, вот 22 глава полностью, это песень Давида. Песень Давида. И затем 23 глава, первая часть, тоже песень Давида. Песень Давида. То есть практически, посмотрите, что получается. Эти две книги царств или одна книга Самуила, она начинается псалма, восхваление Господа, и эта же книга заканчивается. Начинает ее Анна, заканчивает ее Давид. То есть пролог и эпилог или же введение и завершение, заключение песни Анны и здесь песня Давида. Да, есть небольшое введение до песни Анны и есть небольшое заключение после, но сами эти песни являются своего рода как бы сказать введением и заключением. И эти две песни объединяют и демонстрируют и показывают нам основную богословскую весть этих книг. Кроме того, чтобы показать историю. Это исторические книги, поэтому здесь есть элемент того, что задача автора показать нам историю. Как же развивалась история народа израильского? Кто были те личности, которые руководили эти истории, которые внесли вклад в эту историю? Но кроме этого, это еще и богословская весть. Здесь показан Бог, каким он показан, какие его характеристики этого Бога, его возможности, каким хотел Господь, чтобы вот в эти времена становления народа израильского как царства хотели, чтобы народ воспринимал и видел Бога, какой его портрет нарисован здесь. Вот эти песни нам показывают. Если вы прочитаете первую песнь Анны и прочитаете последнюю, заключительную песнь Давида, вы увидите, что очень много объединено здесь вместе. Поэтому мы бы хотели бы посоветовать нашим телезрителям, чтобы начиная даже, может быть, начиная книгу, чтение книги 1-й царств и 2-й царств, коснуться 2-й главы 1-й царств и 22-й, 23-й главы 2-й книги царств. Совершенно верно. И это покажет, что это практически одно целое. Затем очень важно обратить внимание, мы в следующую нашу передачу посмотрим на два этих гимна и увидим некоторые важные детали. Затем мы также должны обратить внимание, поскольку это летопись, мы посмотрим на статистику, какие имена чаще всего встречаются в этих книгах, какие титулы чаще всего встречаются, и статистика сама за себя будет говорить, и мы увидим, что же и кто является главным действующим лицом истории как таковой, и в частности, вот истории, представленные в первых двух книгах царств, или в одной книге Самуила. Очень замечательно, и я с нетерпением жду нашей встречи, тогда, когда мы вместе встретимся до следующей недели и продолжим изучать книгу, первую и вторую книгу царств как одно целое, так как это является одной целой книгой. Но, Артур Ратурович, прежде чем мы завершим нашу программу, давайте мы еще раз напомним нашим телезрителям вот этот очень важный элемент понимания исторических книг и также пророков. Давайте начнем еще раз, если бы мы могли бы сделать эту хронологическую таблицу, представить. Начинается все с выхода народа израильского из египетского рабства, так ведь? Практически много даже не нужно помнить, но вот основные вехи, если наши люди будут иметь в виду выход народа израильского из Египта, это приход в обетованную землю, завоевание обетованной земли, затем это период Иисуса Навина играет, и здесь очень интересный момент, который мы еще не упомянули нашим телезрителям, посмотрите, что происходит. Выход народа израильского из Египта, приход в обетованную землю, и затем Иисус Навин выделен особой личностью, а затем период судей, а затем перед царствами опять одна личность, она играет особую, это Самуил. И вот здесь Иисус Навин, роль, значение Иисуса Навина для этого периода, практически от творения до завоевания обетованной земли, роль его приравнивается к роли Самуила, который он сыграл для всей последующей истории вплоть до первого пришествия Иисуса Христа. Очень важно. Мы прошли вот это вот Самуил, после Самуила какой период? Период царств. Так ведь? Да, начинается царство, это расцвет, Давид, Соломон, затем деление на северное и южное, это важно иметь в виду. То есть нужно запомнить, что северное царство это 10 колен, в 722 году эти колена, они забраны в общем-то в плен. Пали, Ассирия завоевала, затем чуть позже юг завоеван, юг завоеван, Вавилоном, Навуходоносором, затем 70 лет вавилонского пленения, затем возврат остатка в обетованную землю и практически уже теперь ожидания, больше царей нету, царств больше нету, ожидания того обещанного, который будет вечно царствовать, который исходит из рода Давидова, который сам себя даже, которого будут называть сыном Давида в Новом Завете, который будет царствовать вечно. Спасибо большое, Артур Артурович. И я верю, что вы также с нетерпением ожидаете нашей новой встречи на следующей неделе, когда мы вместе с вами будем продолжать познавать непостижимое. И помните, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова